Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в очередной раз мы хотим поговорить о музыке. Когда-то, 2500 лет назад, Пифагор, организовав свою школу мудрости, сказал, что два основополагающих предмета в его школе будут математика и музыка. Существовало даже такое определение – Пифагоров звукоряд, а инструмент, на котором играл маэстро, назывался монохордом. Это был предшественник пианино. Что это? Страсть к музыке или глубокий взгляд на одно из мировых искусств? Сегодня эти вопросы мы хотели бы задать нашему гостю, Игорю Горскому. Пианисту, композитору, руководителю проекта «Чистая музыка». Здравствуй, Игорь! Здравствуй, Идна! Мы очень рады, что ты приехал к нам в гости. А я очень рад тебя видеть, потому что каждый раз, когда мы встречаемся, это какой-то праздник музыкальный, театральный. И все, что нас связывает, да, это какие-то радостные вещи, поэтому каждая встреча с тобой на меня это как... Спасибо, Григорий, взаимно. Скажи, пожалуйста, ну, значит, старина Пифагора оказался прав. Действительно, предмет такой, как музыка, это очень такая важная и неотъемлемая часть нашей жизни? Мне сложно говорить за всех, потому что в моей жизни музыка — это главное. Да, это и работа, и образ мысли, и быт, все связано с музыкой. Но я знаю, что люди, которые с детства занимаются музыкой, они мыслят немножко по-другому. Они более, как мне кажется, свободны как в принятии решений, так и вообще в жизни. Скажи, а вот говорят, что в музыке есть математика, это так? Конечно, мы все выросли на Пушкине, и маленькие трагедии. Вот есть Моцарт, а есть Сальери, и вот Моцарт, безусловно, гений, а Сальери все проверяет алгеброй, гармонию. Ну вот, мне кажется, что в этом тоже есть какое-то зерно. То музыка — это безусловная свобода, а математика — это все-таки некое упорядочное. Так что я, наверное, с Пифагором не соглашусь. Но примеры есть те, кто совмещает две профессии. А еще есть пример. Выдающийся композитор Александр Порфирьевич Бородин, автор оперы «Князь Игорь», вообще один из самых известных русских композиторов за рубежом, он выдающийся химик по специальности. И когда он работал днем в институте по своей основной специальности, преподавал студентам, то по ночам он писал оперу. Там «Половецкие пляски», «Влетай на крыльях ветра», это все знают, эту музыку. Вот, так что это очень тоже большое. Он и профессор, академик химии, и выдающийся композитор. Так что таких... Говорят же, талантливые люди, талантливые во всем. Скажи, пожалуйста, Игорь, а что повлияло на выбор мира музыки в твоей жизни? У меня все очень просто. Мои родители музыканты, мама у меня учитель музыки, папа у меня композитор. И поэтому в детстве как-то особенно вопросов мне никто не задавал. И поэтому с трех лет я уже играл на рояле, а в пять поступил в гнесинскую десятилетку. Поэтому это было само собой разумеющееся. В пять лет ты поступил? Ну, так, у нас есть подготовительное отделение, называется «Нулевка». То есть первая нулевка, вторая нулевка, потом первый класс. И, конечно, тогда это все было связано с какими-то конкурсами. Это сейчас как-то все к этому проще относятся. И кто хочет учиться музыке, тот и, в принципе, и спецшколу может поступить. А в наше-то время это же было целое сражение. Мамаши стояли на улице и волновались. Ну, вот у меня как-то было проще, потому что меня родители подготовили. Я пришел уже аспирантом. Маленькие дети, часто очень сложно в них уловить вот эту искру способностей. Потому что они дурачатся, залезают под стол, в дрояль и ничего не хотят делать. Ну, то есть ты практически родом из музыки, если так можно сказать. Да, и вот, кстати говоря, вот про эту пресловутую режиссуру, которая постепенно меня настигает сначала через какие-то маленькие миниатюры в виде кино, которое мы снимаем, вот видео, театральные сценки. Как все больше и больше я вхожу в новую профессию через музыку. Потому что пока я не могу. Если это музыкальное видео, например, то без музыки я не знаю, как мне быть с актерами, с историей, которую я хочу рассказать. Но если у меня есть музыка, я чувствую себя королем. Когда у меня все положено на ритм, на какие-то колористические средства, как это называется. Ну, то есть у меня героиня — это кларнет, а герой — это, скажем, труба. Тогда мне все понятно. Вот я могу взять пьесу Шекспира, и я знаю, что вот Гамлет у меня будет электрогитарой, а Феллия у меня будет какой-нибудь флейтой. Все тогда у меня укладывается. То есть сам язык, в который меня вложили родители и мои замечательные педагоги, он весь музыкальный. То есть весь мир состоит из звуков и тональностей. Когда вот ты понял, что ты все-таки овладел музыкой, когда ты выучил нотную грамоту, или когда ты стал уже чувствовать музыку и проживать эти нотки? Я не овладел нотной грамотой, потому что... Нет, я овладел нотной грамотой, я не овладел музыкой, потому что мы все жители и 21 века, и жители планеты Земля, мы понимаем, что вообще-то был Моцарт, был Чайковский, был Рахманинов, и что как бы мы не чувствовали свой профессионализм, и сколько бы мы не работали и не пытались что-то создать, нам не дотянуться ни до группы Битлз, ни до Джона Ленна с Маккартни, ни до Шуберта, ни до Баха. Поэтому надо понимать, что мы можем делать что-то свое. Да, был Моцарт, но не было еще там Игоря Горского. Значит, в моем маленьком таком, в моем собственном мире я могу что-то сделать и сказать, да, я владею музыкой, музыкой себя, музыкой Игоря. Вот, поэтому, да, я чувствую себя профессионалом с самого детства, потому что были конкурсы, концерты, и уже там в 5-6 лет я играл на сцене, и было ощущение, да, это мое, я крутой, вот сидят люди, они в них лопают. Но надо понимать, кто мы, а кто вот те великие, до которых мы никогда не дотянемся. Поэтому владеть музыкой, такое можно сказать только... Мне кажется, что никто из великих, ни Мстислав Ростропович, не тот же самый сэр Пол Маккартни, никто не скажет, я владею музыкой. Я не могу сказать, да, мы работаем, у нас есть что сказать. Мы любим музыку, и мы хотим, чтобы любили нашу музыку. Вот, пожалуй, так, что мне очень хочется, чтобы люди любили музыку, как я ее люблю, но это все, что... Все мои желания, я не могу овладеть музыкой в полной. Скажи, пожалуйста, а вот разница между профессионалом и талантливым человеком, она в чем состоит? Между Моцартом и Сальери, да, один ремесленник, другой гений, да, в чем разница? Да, на твой взгляд. Ну, на мой взгляд, вообще очарование таланта, обаяние таланта, мы всегда видим, и лучше всего это заметно на каких-то конкурсах еще в детское время, и часто самые талантливые никуда не проходят, никуда не попадают. Замечательный композитор Белла Барток, такой венгерский замечательный, он сказал такую фразу, что, чем музыкальный конкурс, не имеет права на существование, потому что соревнование, оно для лошадей, а не для людей, что, значит, музыка не спорт, и нельзя соревноваться. Но вот мы всегда на конкурсах видим, сейчас, если я там где-то сижу, я вижу, совсем карапузы играют, всегда видно, кто, у кого есть эта искорка, кто одарен, вот, но эти люди никуда не попадают, никогда, потому что они отличаются сразу, они другие, они не подпадают под нормы, они играют все неправильно, они слишком чувствительны музыкально, и только потом мы понимаем, что, а это вот там Юрий Башмет или это Владимир Спиваков. А пока они маленькие, система всегда противится таланту, противится индивидуальности. Вот и разница, конечно, колоссальная между одаренным и просто ремесленником, потому что ремесленник, он делает свое дело, и зрителям он за это хлопает. А когда играет одаренный человек, зритель перестает быть зрителем, он объединяется с музыкой, которая звучит, и он становится частью вот этого представления, причем незаменимой частью, он сливается с музыкой. И тогда мы понимаем, что это талант, когда мы забываем, что мы в каком-нибудь обветшалом дворце культуры или в каком-нибудь вообще деревенском сарае, где стоит разбитая пианино, но мы переносимся в тот мир, который хотел создать композитор. И вот это чудо, чудо музыки, когда талант ретранслирует вот эту вот высшую идею, в которую закладывали гениальные композиторы, все забывается, все сливается в одну ногту. Время, место и обстоятельства теряются. Вот это, кстати, мы можем вернуться к Пифагору. У Пифагора есть вот эти вот его божественные гармонии, которые вечно тянутся, и он вывел так, что это до, доминус, то есть бог, да, потому что это до, до мажор, вечно звучащий, это вот у него вселенная. Ну вот, мне кажется так, что талант — это передатчик, безусловно, какой-то гармонии вселенской, и мы всегда понимаем, что талант, когда забываем, где мы находимся. А вообще зачем нужна музыка? Без нее можно вообще прожить, как ты думаешь? Ну понятно, что если это профессия, то это заработок для человека, способ существовать. Как жестко. А вообще, возможно прожить без музыки? Конечно. Мне кажется, что можно прожить без всего, и даже можно прожить без любви. Вопрос — зачем это надо? Так как бы зачем нужна жизнь без музыки, без любви, без человечности? То есть прожить можно неплохо. Без друзей. Неплохо, может быть, и хорошо, но бессмысленно. Потому что основной вопрос, который мы все задаем друг другу и себе, в первую очередь, для чего мы вообще живем, для чего мы пришли в этот мир, и зачем все это надо, кому это надо. Ну Игорь Горский для чего пришел в этот мир? Вот у меня такой же, пока что на сегодняшний день, такой же ответ на этот вопрос, как и для всех остальных, мне кажется, что мы существуем для того, чтобы давать смыслы. Давать смыслы другим для существования. То есть я вижу, да, какое-то свое предназначение, но это очень высокие слова, в том, чтобы давать своим друзьям, своим близким, а вместе с этим и, может быть, какому-то кругу небольшому своих слушателей и поклонников давать радость, нести радость, чтобы было желание вставать утром и идти приносить радость другим. Такая вот замкнутый круг. Вот мне хочется радовать совершенно разными способами, в разных воплощениях, жанрах. Это может быть и шутка, а это может быть какая-то очень серьезная, глубокомысленная музыка. Мне кажется, что в конечном итоге, какая бы форма не была выбрана, неважно, музыканты или, например, водитель такси, ты все равно можешь приносить радость своим пассажирам, а они потом нести ты дальше. Мне кажется так, как вот круговорот. Для меня музыка инструмент. Способ для того, чтобы нести вот эту радость. Скажи, ну вот в творческой профессии невозможно без вдохновения. У кого-то это какой-то канал, у кого-то какие-то особые вибрации. Для тебя что это такое? Как ты вдохновляешься? А вот тут как раз, вернемся к предыдущему вопросу, вот тут начинается ремесло. Потому что вдохновение такая штука, что мы не властны на ней. А ремесло — это то, что у нас тяжким ежедневным трудом приобретено. Потому что вы знаете, что музыканты занимаются по 6-8 часов самого маленького возраста, ну как и балетные артисты. И труд — это уже в подкорке сидит. Трудиться, трудиться, работать. Вот, поэтому если вдохновения нет, а его, как правило, нет, потому что мы все ленивые, то тут включается профессионализм. Надо — значит надо. Петр Ильич Чайковский, великий композитор, именем которого названа не только Московская консерватория и зал филармонии, зал имени Чайковского. Ну, это один из выдающихся гений всех времен любой страны. Каждый день вставал в 5.30 утра и с 6 до 12 работал, вне зависимости, какие печали и радости в его жизни случались. Накануне удачный концерт, неудачный. В 6 он сидел и работал, потому что самый главный страх, что вдохновение не придет. В какой-то момент муза ему скажет «Все, больше не будет». И он писал, 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 выкидывал, вычеркивал. И в этом насилии над собой рождались какие-то гениальные вещи. По крайней мере, из-за вот этого ежедневного его труда он до того набил руку, если так вообще про гения можно сказать, то есть какая-нибудь сложнейшая симфония или опера оркестровалась им за считанные дни, потому что каждый день в труде. И, ну вот, он так призывал вдохновение через тяжкий ремесленный труд. А ведь Чайковский самый лиричный, самый вдохновенный из всех композиторов, который не ждал вдохновения и не возлежал в кресле с бутылкой чего-то расслабляющего, в ожидании, что сейчас явится муза, и я напишу свою тему. Он просто пахал и пахал, пахал. Вот был такой ученый Ричард Фрай. Он, естественно, как многие ученые, мыслил такими, скажем так, материальными категориями. Но когда он слушал классику, он говорил, что бах, заставляет меня поверить в то, что Господь есть. Вот есть ли у тебя какие-то откровения, когда ты пишешь музыку, сочиняешь, может быть, стихи или играешь музыку? Дело в том, что вся европейская музыка является духовной. Если бы не католическая церковь, которую много ругают и много хвалят, то мы бы не знали того баха, которого мы знаем, потому что бах — это органист в церкви. И его служба, собственно, состояла в том, чтобы писать свою гениальную музыку в честь церковных праздников. Поэтому, конечно, когда учат классических музыкантов, в том числе и в нашей стране, конечно, сразу рассказывают вот эту связь. Например, знаменитая Чикона Баха, написанная для скрипки соло, представляет из себя 33 вариации. И сразу ребятам рассказывают, что это годы жизни Иисуса Христа. Поэтому с самых ранних своих опытов исполнительских классические музыканты знают про вот эти вот связи. Это очень важно. Мы должны понимать, что вкладывал композитор в свою музыку. А потом уже каждый волен осмыслять это по-своему, как-то интерпретировать это в свои ценности, в свои воззрения. Ну вот, по поводу ощущений каких-то откровений, да, и вот этого чувства, что я не один в момент там исполнения или написания. Во-первых, мне кажется, это какие-то очень личные вещи, потому что очень просто можно сказать, да, вот эта вот удача здесь меня посетил, конечно. А вот здесь неудача, поэтому это явно происки лукавого. Это очень просто. Мы вообще склонны все упрощать. Мне кажется, что это присутствие кого-то, оно постоянное. Поэтому говорить, вот когда я написал свой самый главный шедевр, в этот момент, конечно, сама вселенная, это не так, что в моменты и отчаяния, и в момент, когда нам очень плохо, мы тоже не одни. Поэтому мне кажется, это романтизация, если кто-то скажет, я посетил Иерусалим, священный город, и после этого у меня прямо открылось. Хотя у очень многих музыкантов так и произошло. Например, выдающийся американский гитарист Джон Маклафлин отправился в Индию, где познакомился со своим учителем, он провел почти 10 лет, изменил имя на Махавишну, Джон Маклафлин Махавишну, он так назывался, вернулся в Америку совершенно другим музыкантом. Он написал, у него есть выдающееся произведение «Корни лотоса», например. Он изменил не только отношение к жизни, мировоззрение, но он изменился как музыкант. Это был выдающийся виртуоз, который очень быстро играл на гитаре, невероятно технично. А вернулся он очень большой личностью, цельный, светлый. И его искусство изменилось, и масштаб изменился. Вот мне кажется, что дело в том, что каждый находит для себя свой путь, и кому-то это откровение необходимо, а кто-то наоборот, например, советский композитор Дмитрий Шестакович, абсолютный гений, тоже признанный во всем мире, абсолютный атеист, абсолютный, просто вот даже до такой воинствующий атеист. И это слышно в его музыке, но музыка очень хорошая, просто гениальная. Вот как так получается? Скажи, а какую музыку слушаешь ты? Я стараюсь слушать музыку яркую и талантливую, потому что, во-первых, все послушать невозможно, но я стараюсь следить за новинками во всех музыкальных направлениях. Если это ярко и талантливо, значит, это интересно. Независимо от стиля, формата. Независимо. Это может быть и российская эстрада, если она талантливая, то почему нет? Может быть, чехословацкий джаз, если его делают какие-то особенные, яркие люди, которые отличаются от всех других, то тоже я с радостью это слушаю. Поэтому я не могу сказать, что вот Бейонсе, моя любимая певица, я вот только ее слушаю. Если она что-то новое выпустит, я с радостью послушаю. Но вообще я с большим восхищением сейчас отношусь к американским популярным исполнителям. Почему-то вдруг, у меня до этого как-то было отторжение, что вот я классикой занимаюсь, и джазом, и театр. А это как бы низкие стили. И вдруг я понял, какого масштаба эти выдающиеся эстрадные исполнители, например, Леди Гага. Потрясающе одаренный композитор, которая в любом жанре хороша. То, что подростки ее слушают, это просто какой-то сопутствующий. Она просто потрясающая, очень яркая и талантливая. Ну вот как-то с возрастом начинаю уважать всех коллег. Скажи, ну вот тогда, как другие компенсируют усталость музыкой, что в этот момент делает Игорь Горский? Как ты? Ты тоже слушаешь какую-то музыку? Или ты устаешь от музыки? Какие моменты бывают у тебя? Можно устать от музыки, например? Я люблю спорт. Отлично. И не то, что я прям великий спортсмен, но какая-то работа над своим телом, даже если это маленькие такие приседания, мне кажется, что это лучший отдых, лучшее отдохновение для мозга – это работа тела. Вот поэтому в моменты, когда нужно восстановиться, отключиться от музыки, вот я включаю какие-нибудь протяжные индийские песнопения и погружаюсь в эти ритмы. Ну это же не музыка в полном смысле, это такая. Такой красивый пэт, такой фон. Да, тянется и как-то двигаюсь, и мне это помогает отключиться. Стараюсь каждый день хотя бы час уделять вот какому-то такому гимнастическому движению, чтобы отключаться от всего. И потом приходят идеи, какие-то новые суетливые светские мелодии. Но для этого нужно иногда так вот… Причем всем советую каждый день находить хотя бы час на себя. Вот у меня прям новая тенденция. Теперь я всем советую на час уходить из общества, убегать от семьи, запираться где-нибудь в норке и вот час посвящать себе своим мыслям, своим желаниям отдыхать, короче говоря. Наверное, это правильно, потому что вот эта суета, она может настолько нас просто разорвать по кусочкам, что иногда бывает трудно себя собрать и действительно как-то настроиться. Просто ты понимаешь, что еще чуть-чуть и от того напряжения, в котором мы живем, от тех высоких задач, которые каждый сам для себя ставит, можно просто сойти с ума, может лопнуть мозг. Поэтому надо, вот даже если по телевизору интересная передача, например, наша беседа с Инной Александровной, но все равно надо найти в себе волю, выключить ее и заняться собой, просто сделать гимнастику, подышать, может быть, съесть что-то вредное. Вот тогда… Лучше полезное. Лучше полезное. Тогда начнешь ценить. Это как вот с музыкой. Музыка может быть прикладной, когда она просто звучит из чайника или из галатитной доски, и ты ее не воспринимаешь, она не является ценностью. А может быть музыка как дорогое вино, когда ты слушаешь пять минут, но она наполняет тебя на много дней вперед. Вот я за такой вариант. То есть мне кажется, что музыка, которую используют часто в сериалах, она музыкой не является. Это некий вспомогательный элемент, который помогает режиссеру рассказать историю. А сама по себе музыка не требует визуализации. Вот. Такой вопрос о математике. Музыка — это чистые цифры. Просто набор цифр, и все. Для того, чтобы ее воспринять, нужно закрыть глаза, а не помогать себе картинками природы. Вот мне кажется так. Музыку надо ценить. Вообще музыка получается какой-то уникальной субстанцией, потому что музыка может настроить, расстроить, перенастроить, обогатить, наоборот, увести тебя в какое-то уныние. То есть это удивительный совершенно какой-то предмет, какой-то многогранный, глубочайший и невероятно какой-то красивый. Но если упрощать, вот если это совсем просто, то музыка, конечно, это зеркало. Так можно и про искусство в целом сказать. И если музыка хорошая, а уж еще лучше гениальная, то, конечно, человек, слушающий музыку, находит свои отражения. Если он грустен, чем-то опечален, то эта музыка очистит, выведет его. И наоборот, если человек слишком легкомысленный, он послушает Бетховена, или «Ах, это возвысит его», и какую-то ступеньку поднесет, мне кажется, что каждый услышит то, что ему нужно. Просто задача человека научиться это услышать, хотеть это услышать. Это вот как лечение алкоголизма. Если человек не хочет излечиться, никто ему не сможет помочь. Ни родные, ни близкие его можно привязывать. С музыкой тоже самое. Если ты не хочешь открыться музыке, если ты какой-нибудь, Александр Николаевич Скрябин или эти выдающиеся композиторы написали музыку, если ты не откроешься им, не впустишь в себя эту музыку, ты им лучше не станешь. То же самое, можно сказать, и про кино, и про театр, и про все на свете. Самое главное, собственно, про друг друга. Вот мы либо пускаем в себя человека со всеми его особенностями, либо не пускаем. Вот с музыкой так же. Надо учиться принимать музыку и людей в себя. Не бояться. Скажи, Игорь, ты очень многогранный человек, и ты пишешь стихи, и сочиняешь музыку. Ты придумал проект «Чистая музыка». Немножечко расскажи об этом. «Чистая музыка», конечно, это иллюзия, потому что не бывает ничего абсолютно чистого. Но мы все состоим из иллюзий, и благодаря иллюзиям мы еще на что-то надеемся и во что-то верим. Конечно, это все непросто, потому что классическая музыка, откровенно говоря, не очень-то и нужна. Просто потому, что люди не знают, какая она, им кажется, что это скучно и сложно. И вот «Чистая музыка», это, собственно, наша задача понятным, простым языком донести какие-то ценности до зрителя. Вот этим мы занимаемся. По сути, это пропаганда высокого искусства. Ну, конечно, у каждого человека, в общем, есть какой-то индивидуальный путь, и он его сам выбирает. Главное, чтобы этот путь приносил какую-то радость и вдохновение, и ты понимал, что для чего ты это делаешь. Спасибо. У меня ощущение, что я закончила сегодня первый класс музыкальной школы. Я знаю столько всего интересного. Спасибо тебе огромное. Я хочу от лица канала «Баланс ТВ» пожелать тебе новых творческих совершений, каких-то интересных проектов и, конечно же, вдохновения. Спасибо. Спасибо. Огромное было, очень интересно. Еще увидимся. Обязательно. Ну что ж, дорогие друзья, у нас, казалось бы, всего семь нот, но музыка неисчерпаема. Она заставляет трогать какие-то невероятные нотки в наших сердцах. Наверное, это можно назвать международным языком, язык, который не требует перевода, потому что здесь душа говорит с душой. Спасибо вам огромное. Захотите к нам на огонек. У нас происходят интересные встречи с интересными людьми. Всех благ. Передача Вилайна Гомес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова